Как появились насекомые на планете Насекомые составляют одну из самых распространенных групп живых существ на Земле. Они появились намного раньше не только людей, но и динозавров. Также возможно, что эти маленькие существа переживут нас на много миллионов лет. В этом ролике мы расскажем о происхождении насекомых и причинах их успешного существования на планете в течение столь долгого времени. Если вам интересны научные теории о происхождении разных видов и их эволюционном развитии, то подписывайтесь на наш канал. Это позволит вам первыми узнавать о появлении новых роликов и комментировать затронутые в них вопросы. А если вам хочется поделиться этой информацией с как можно большим количеством людей, то отмечайте нашу работу при помощи лайков. Считается, что насекомые, как отдельный класс, появились примерно 400 миллионов лет назад, в Девонском периоде. Ученые предполагают, что общим предком всех членистоногих могли быть кольчатые черви. Именно от них произошли предки современных ракообразных и насекомых. Многие исследователи говорят, что насекомые являются высшей ступенью первично-ротых. Так называется ветвь эволюции живых существ, отличная от позвоночных животных. В данный момент на Земле известны более полутора миллиардов различных видов насекомых. Но ученые заявляют, что есть еще очень много неизученных наукой видов. По некоторым подсчетам, на Земле сейчас живут почти 110 миллиардов этих крошечных существ. Если начать всех их нанизывать на одну нить, то она обернется вокруг планеты примерно 125 миллионов раз. Если всем насекомым, обитающим под землей, в воде и в воздухе, одновременно захочется разместиться на поверхности суши, то они закроют ее полностью. Самые маленькие представители членистоногих имеют длину тела в 0,2 миллиметра. Самые большие – около 30 сантиметров. Получается, что самые крошечные представители этого царства имеют размеры, сопоставимые с микроорганизмами, а самые крупные превосходят некоторых млекопитающих, и 90% из них составляют именно насекомые. Оставшиеся 10% от общего количества занимают пауки, которых многие тоже считают насекомыми, а также ракообразные. За время существования жизни на планете среди членистоногих встречались и настоящие гиганты. В морях, а впоследствии и на суше, в Девонском периоде обитало большое количество рака скорпионов. Самые крупные из них достигали размеров современных собак. Также среди гигантских насекомых можно вспомнить стрекозу меганевру с длиной тела в 70 сантиметров и размахом крыльев более метра, или полутораметровую многоножку артроплевру. Наличие такого большого количества гигантов объясняется особенностями строения дыхательной системы насекомых. У них отсутствует легочное дыхание. Кислород поступает к каждой клетке непосредственно из окружающей среды при помощи разветвленной системы мельчайших трубочек. Это позволяет исключить из строения тела некоторые системы и органы. Размер существа напрямую зависит от количества перерабатываемого кислорода. В Девонском периоде, когда растения активно осваивали сушу, содержание кислорода в атмосфере было намного выше, чем сейчас. Благодаря этому насекомые могли позволить себе такие крупные размеры. Это говорит о том, что они достигли такого уровня эволюционного развития, что могут составить конкуренцию любым другим животным на их территории, что же позволило насекомым освоить такое количество самых разнообразных эволюционных механизмов и как эти механизмы помогают им доминировать на своем уровне практически во всех областях земной жизни. Наряду с особой дыхательной системой, одним из самых важных приспособлений, которое и дает название этому семейству, являются их уникальные по строению ноги. Эти сочлененные ножки не только отличаются большой подвижностью, в процессе своего развития насекомые приспособили ноги для выполнения самых разных операций. С помощью разных по строению ножек они могут бегать, прыгать, цепляться за деревья и ползать по стенам. Также с помощью разнообразных ног насекомые хватают добычу, строят жилища и выполняют большое количество другой работы. Еще одно приспособление, которое активно используется насекомыми – хитиновый экзоскелет. Эта наружная броня не только защищает их от врагов и других внешних опасностей. С ее помощью насекомые закапываются в землю, сохраняют влагу, плавают и даже вынашивают потомство. Строение тела насекомых тоже по-своему уникально. Под суставчатыми хитиновыми доспехами обычно скрывается очень подвижное и гибкое сочлененное тело. Скорее всего, именно такая защитная конструкция вдохновила кузнецов и оружейников на изобретение самых разных пластинчатых доспехов, которые не только защищали воинов, но и позволяли сохранять достаточную подвижность. Отдельно следует поговорить о зрении насекомых. Их фасеточные глаза, состоящие из множества отдельных элементов, позволяют видеть мир одновременно в нескольких проекциях и с разных ракурсов. При этом от таких глаз не ускользает ни одна, даже самая маленькая деталь окружающей обстановки. Также многие из насекомых на разных стадиях своего развития использовали или продолжают использовать крылья. Именно насекомые стали первыми существами на планете, которые освоили воздушное пространство. Случилось это примерно 300 миллионов лет назад. До появления первых птерозавров оставалось еще 150 миллионов лет. О появлении птиц природа еще, наверное, даже не задумывалась. Причем крылья насекомых отличаются большим разнообразием. Некоторые из них умеют складывать крылья вдоль тела и даже защищать их при помощи надкрыльев. Такие существа называются новокрылыми. Они могут обитать в самых разных условиях. Летать в воздухе, проникать под землю, селиться на деревьях и даже плавать. К этой группе относятся тараканы, богомолы, термиты и многие другие отряды насекомых. Другие летающие насекомые называются древнекрылыми. Они не научились даже складывать крылья и могут летать только на открытых пространствах. Эта особенность присуща стрекозам и поденкам. И если поденкам в их короткой жизни просто нет необходимости убирать крылья, то стрекозы достигли совершенства в искусстве полета. Благодаря этому они являются одними из самых успешных летающих хищников. Большое количество насекомых, кроме оборонительных доспехов, обзавелось и внушительным арсеналом для нападения на врагов. Среди оружия, которое используется насекомыми для охоты и обороны, есть и мощные жвала, и клешни, и шипы, и даже ядовитые жала. Все эти приспособления и умения появились не сразу. У разных видов их развитие шло различными путями. Например, предки некоторых современных видов когда-то отказались от использования крыльев. Но таких насекомых ученые все равно относят к крылатым. К таким условно крылатым насекомым относятся вши, блохи и некоторые жуки. Но вернемся к эволюции насекомых. Когда-то давно от общего предка произошли первые кольчатые черви и членистоногие. Две эти ветви эволюции долго соперничали за господство на дне Мирового океана, но исход соперничества решило появление трилобитов. Их прочный панцирь сделал трилобитов неуязвимыми для всех хищников, которые тогда жили. Трилобиты пережили несколько вымираний и в итоге передали экзоскелет своим потомкам. Во времена так называемого Кембрийского взрыва появилось огромное количество самых причудливых форм и видов. Но кому-то из предков современных насекомых удалось приобрести те самые сочлененные ножки, которые в дальнейшем преобразовались в самые разные инструменты. После выхода на сушу насекомым пришлось сильно уменьшить свой вес за счет уменьшения хитиновой брони. Но зато для потребления атмосферного кислорода они придумали свой способ дыхания. Также пришлось обзавестись новыми глазами и научиться питаться наземными растениями. И сейчас окружающие нас насекомые с успехом пользуются всеми этими приспособлениями и продолжают их развивать. Спасибо вам за то, что досмотрели наше видео до конца. О происхождении других не менее интересных животных можно узнать из других роликов канала Эпоха Динозавров. Также из наших видео вы можете узнать не только о прошлом нашей планеты, но и о том, что может ждать нас в ближайшем и в очень далеком будущем. Субтитры создавал DimaTorzok